В этом видео мы дойдем дома наш самодельный электроснегоход, чтобы он стал полноценной рабочей лошадкой. И проверим, как он поведет себя на внедорожье и на сколько хватит аккумулятора. И проведем ему жесткий тест. И проверим его мощность. Главная проблема у нас была именно с колесом. Использовать ремень ХРМ в роли покрышки была не лучшая идея. Ну а что, что так сразу по жиру? Но забортировать покрышку прямо на мотор-колесо у нас никак не получалось. Поэтому мы хотим взять диск от скутера Хонда Дио, каким-то образом его закрепить на мотор-колесе и забортировать туда покрышку с очень злыми шипами. 250 саморезов с лопатками на конце острыми. То есть грести будет классно. Для этого решено было разрезать диск на две части. Отрезаем все лишнее. Так, не центровать еще придется все равно. Будет мощно смотреться. Лишь бы только покрышки теперь хватило. Здесь будет чисто прихватка на точках, лишь бы только чтоб не провернулось. Основная нагрузка, чтобы диск не разорвалось, здесь будут поварены вот такие вот планки. Вот так вот. Между этим бортом и этим. И они будут уже на себе держать от разрыва обода. Обод портиться не будет. Надо прихватиться хорошо. Здесь вот сейчас точечку сделаем. Ничего себе колесище. Первая примерочка после. А ну-ка, ну-ка. Да. Чуть-чуть-чуть-чуть. Хотя зашло. Если чуть-чуть можно назад чутка. А на край приварить по гайке с болтиком вот сюда. и стянуть ушечки. А почему же так тоже? Потому что магниты. Вот так вот. За сегодняшний день тогда зачистить надо. С помощью ступенчатого сверла просверлим отверстие под сосок камеры. Даже вон диск пигнули слегка. Неслим оно так под силу. Вообще идеально. Вкручиваем недостающие саморезы в нашу злую покрышку. На всякий случай проложим слой камеры, чтобы не прокололось. Остается теперь ее забортировать на наш широкий обод с вареным внутримотором. Курица. Вот это вот что самое печальное. Но покрышка никак не хочет налазить. Это звездец. Решено было ехать в шиномонтажку. Но даже и тут она не хочет налазить. Пришлось немного погнуть диск. Камера вложена вторая. Тут две камеры. Надо вовнутрь именно войти. Та хватит. 0,8 на минимальном давлении. Мы же на оффроуде. Просто классно. Вообще классика журнала. Ну а теперь самое главное. Свадьба. Все, это была гарка. Четко упирается в крылок. На крылок, короче, вы тут приварили хорошо. Замфаривайся. Все, я сошел. У меня так считаю, одна таланка. Немного переставляем амортизатор, чтобы колесо хорошо прижималось. Привариваем крыло. И готово! Можно испытывать. Это супер любика. Сейчас попробуем, что представляет из себя этот снегоход. Как он поедет. Усаживаюсь поудобнее. Зажигание. Включаю. Погнали! Ну? Ого! Да, вообще космос! Очень быстро разгоняется. Буквально за секунду за все. Он уже летит на сумму. Я вообще, по-моему, не знаю, какая скорость. Так что попробуем немножко уфроудом. Так, претоктан. Задний. Заехал. Я не знаю куда, но он едет. Вы видели, что творит? Он реально вот здесь вот. Чуть-чуть перестарался. Ветки. А ты что, какие ветки? Все легко проезжает. Легко, прям элементарно. Задний пот, это просто шикардос какой-то. Это, я не знаю, я не могу... Я не нарадуюсь, ребята! Теперь шипы держатся очень надежно. Смотрите, вообще даже намека на вылетание нет. Даже если ты налетаешь на камень, он загинается, а потом назад выпрямляется. Резина как бы проминается. И амортизатор садится. Смотрите, как четко. То есть колесо прижимает сейчас идеально. Лыжи, они не поднимаются, как раньше. Они стоят на земле, за счет этого очень устойчиво. Друзья, Letyshops уверены, что во всем должна быть польза. Поэтому даже в самом сонном месяце проводят первую большую распродажу года. Кибер понедельник, 28 января. Даже на Алиэкспресс скидки. Плюс, как всегда, с Letyshops возвращаем кэшбэк с покупок и участвуем в розыгрыше призов на 1 миллион рублей. Приставки PS4, роботы-пылесосы и еще много крутых призов. Достаточно зарегистрироваться и получить билет за покупку с кэшбэком от 2 рублей. Я и сам подобрал для себя список желаемых товаров и жду распродажи. А чтобы найти настоящие скидки, используйте расширение для браузера. Там видно изменение цены и надежность продавца. В общем, покупайте с кэшбэком и участвуйте в розыгрыше. Все в описании. Удачи! Ну что, Стас, затестим этого монстра. Что, поехали? Тест скорости. Нормально, дева! Ну что, как скорость? Да нормально вообще. До тридцатки нормально разгоняется. А сбора, может, 40-42, нормально. Вот так вот можно было бы вышить. Так это на минимальном напряжении 48 вольт. А если 100 вольт подать, когда мы тогда разгоняли его до 100 км Ч? Ну, нормально. Я думаю, будет просто ракета. Километрах 80-1. Ну, стремно так, 100 км. Есть смысл увеличивать скорость или опасно? Да не, нормально. Есть смысл. Увеличивать мощность всегда есть смысл. Попробуем, если он, кстати, дрифтануть. Шлифует, конечно, жестко. Мощность, крутящий момент просто вообще какой-то диким. Мы сейчас поедем на рыбалку. В такое место, куда просто нереально не дойти пешком, не доехать на каком-либо транспорте, потому что там сплошное внедорожье. Погнали. Такого удовольствия от езды я еще не получал по этим тропинкам. Ты едешь, оно просто подминает траву под себя, и ты наслаждаешься этим. Порассказывали нам тут местные. Волчий хомут, кабаны тут на вас нападут. Не езжайте, такие говорят. Но это знаю, что тут можно кататься. Тут классно. Тропинка заканчивается, дальше практически внедорожье начинается. Смотрим, как он едет по камышу. Мы едем в камышах. Средства такие высокие, что приходится вставать. Вот эти шипы, они разрывают камыши, прорывают этот снег. И такая тяга, такое сцепление, просто суперское. Даже если вот так камыши намешаны, наломаны, все равно проезжает. Теперь смотрите, как буксует. Погнали. Яма, вот смотрите, глубина. Взорвается легко. А все потому, что тут грунт. Ну как бы это нехоженный грунт. Благодаря тому, что снегоход маленький, на нем удобно передвигаться по узким и тесным звериным тропам. Походу здесь завелись бобры. Я вначале думал, что топором рыбаки срубывают себе нахватки дерева. Но смотрите, это следы от зубов. Прикиньте, он вот это все жрал. Но странно, снег свежий, следов нету. Они либо сошли с этого места, потому что в прошлый раз этот сильно нашумел, либо затаились одето. Что-то занырнуло. Неужто бобер одной рукой. Трогается просто песня. Смотрите, как быстро скорость набирает. Это не на всю еще газ. Заряд расходуется экономно, как вы видите. Тесты показали, что на несколько десятков километров 100% хватит. Фара оторвалась. Гля, какой свет. Как от какого-то трактора. Оторвало ее, малеха. Ну ничего страшного. За камыш зацепилась. Но она тут была паяна в этом месте как раз. Неудивительно. Нашел чей-то самодельный домик. Кто-то построил домик. Но домик не на дереве, а домик стоит на земле. Смотрите, подсолнухи висят. Сейчас посмотрим, что у нас тут внутри. Зачем у него построили? Тут лежанка. Под ней куча бутылок каких-то. Зачем тут домик? Гляньте, сколько бутылок. Наверное, пиво пьют. Тут прям чувствуется теплее. Ветра нет. Если чья-то кепка, джинсы старые. Пишите в комментариях, если у вас есть догадки. Зачем же этот домик тут построили? Еду я такой, еду. И смотрите сюда. Еще один дом. Твою чё, стульчик здесь. Я не знаю, что тут делают. Зачем тут построили эти домики? Но этот вообще выглядит аутентично. Тут внутри еще один стульчик, табурет. Кто их строит? Почему эти домики не на дереве, а на земле? Вот что значит снегоход, вездеход. Можно заехать в такие места, где раньше не бывал. Батарея держит отлично, но уже больше 30 км проехано. 50 вольт. Это говорит, что больше половины батареи уже израсходована. Это без нагрузки. Под нагрузкой смотрите. 49, видите, он начинает ехать. Сразу падает напруга. Можно смело на спусках спускаться. Сниггут оказался довольно-таки надежным. Показал себя хорошо по внедорожью, также по дорогам. Ну а в следующем видео мы постараемся собрать мега вездеход. Который проедет не только по снегу, по полю и по всей грязи, но еще и по воде. Это будет круто. Не пропусти. Друзья, напоминаю о распродаже и розыгрыше Атлете. Все подробности в описании. Субтитры сделал DimaTorzok